Бытие 10 глава Вот родословие сынов Ноевых Сима, Хама и Иофета. После потопа родились у них дети. Сыны Иофета Сыны Иофета Хуш, Митсраим, Фуд и Ханаан. Сыны Хуша Сева, Хавила, Санта, Раама и Савтеха. Сыны Раамы Шева и Дидан. Хуш родил также Немрода. Сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом Богом. Потому и говорится, сильный зверолов, как Немрод пред Господом Богом. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Аккад и Хални в земле Синаар. И сей земли вышел Ассур и построил Неневию, Реховов Ир, Калах и Ресен между Неневией и между Калахом. Это город великий. От Митсраима произошли Лудим, Аномим, Леговим, Навтухим. По Трусим, Кослухим, Откуда вышли Филистимляне и Кавторим. От Ханаана родились Сидон, Первенец его, Хет, Иевусей, Амарей, Гергисей, Евей, Аркей, Синей, Арвадей, Цемарей и Химофей. В последствии племена ханаанские рассеялись. И были пределы Хананеев от Сидона и Герару до Газы, отсюда к Содому, Гаморе, Адме и Цеваиму до Лаши. Это сыны Хамовы по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их. Были дети Иусима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иофетова. Сыны Сима – Елам, Ассур, Арфаксат, Луд, Арам и Кайнан. Сыны Арама – Уц, Хул, Гефер и Маш. Арфаксат родил Кайнана, Кайнан родил Салу, Сала родил Ивера. У Ивера родились два сына. Имя одному – Фалек, потому что в одни его земля разделена. Имя брата его – Иоктан. Иоктан родил Алмадада, Шалефа, Хасар-Мавефа и Араха. Гадарама, Узала, Диклу, Овала, Авимаида, Шеву, Афира, Хавилу и Авава. Все это сыновья Иоктана. Поселения их были от Меши до Сефара, горы Восточной. Это сыновья Симовы по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их. Вот племена сынов Ноевых, по родословии их, в народах их. От них распространились народы по земле после потопа. Бытие, глава одиннадцатая. На земле, на всей, был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар-Равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотой до небес. И сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. И вот, что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле. И они перестали строить город и башню. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Вот родословие Сима. Сим был ста лет и родил Арфаксада через два года после потопа. По рождению Арфаксада Сим жил пятьсот лет и родил сынов и дочерей и умер. Арфаксад жил тридцать пятьсот тридцать пятьсот лет и родил Кайнана. По рождению Кайнана Арфаксад жил триста тридцать лет и родил сынов и дочерей и умер. Кайнан жил сто тридцать лет и родил Салу. По рождению Сала Арфаксад Кайнан жил четыреста три триста тридцать года и родил сынов и дочерей и умер. Сала жил 30-130 лет и родил Евера По рождению Евера Сала жил 403-330 года и родил сынову дочерей и умер Евер жил 34-134 года и родил Фалека По рождению Фалека Евер жил 430-370 лет и родил сынову дочерей и умер Фалек жил 30-130 лет и родил Рогава По рождению Рогава Фалек жил 209 лет и родил сынову дочерей и умер Рогав жил 32-132 года и родил Серуха По рождению Серуха Рогав жил 207 лет и родил сынову дочерей и умер Серух жил 30-130 лет и родил Нахора По рождению Нахора Сирух жил 200 лет и родил сынов и дочерей и умер. Нахор жил 29, 79 лет и родил Фарру. По рождению Фары Нахор жил 119, 129 лет и родил сынов и дочерей и умер. Фарра жил 70 лет и родил Авраама, Нахора и Арана. Вот родословие Фары. Фара родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. И умер Аран при Фарре, отце своем, землерождение своего в Уре Халдейском. Авраам и Нахор взяли себе жен. Имя жены Авраамовой Сара, имя жены Нахоровой Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна. И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою жену Авраама, сына своего. И вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дойдя до Харрана, они остановились там. И был одни жизни Фары в Харранской земле двести пять лет. И умер Фара в Харране. Бытие, глава двенадцатая. И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей от родства твоего и из дома отца твоего. И иди в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя. И возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение. Я благословлю благословляющих тебя. И злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные на земле. И пошел Авраам, как сказал ему Господь. И с ним пошел Лот. Авраам был семидесяти пяти лет, когда вышел из Харрана. И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего. И все имения, которые они приобрели. И всех людей, которых они имели в Харране. И вышли, чтобы идти в землю Хананскую. И пришли в землю Хананскую. И прошел Авраам по земле сей, по длине ее, до места Сихема, до Дубрава море. В этой земле тогда жили Хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал ему, Потомству твоему отдам я землю сию. И создал там Авраам жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифили и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Господу. И призвал имя Господа, явившегося ему. И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. И был голод в той земле. И сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре и жене своей, Вот, я знаю, что ты женщина, прекрасная видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя. И было. Когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. Увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону. И взята была она в дом фараонов. И Авраам хорошо было ради ее, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару жену Авраамову. И призвал фараон Авраама и сказал, Что ты это сделал со мною? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя? И я взял было ее себе в жену, и теперь вот, жена твоя, возьми ее и пойди. И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было, и лота с ним. Бытие, глава 13. И поднялся Авраам из Египта, сама жена его, и все, что у него было, и лота с ним на юг. И был Авраам очень богат скотом, и серебром, и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до вифиля, до места, где прежде был шатер его между вифилем и между гаем. До места жертвника, которое он сделал там в начале. И там призвал Авраам имя Господа. И у лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе. Ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И хананеи и ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими. Ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. А если ты направо, то я налево. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сегора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую. И двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатри до Содома. Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом. И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, Возведи очи твои из места, на котором ты теперь. Посмотри к северу и к югу и к востоку и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам. Я и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей, в долготу и в широту ее, Ибо я тебе дам ее и потомству твоему навсегда. И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у Дубрава Мамре, что в Хевроне, И создал там жертвенник Господу. И было во дни Амрафела, царя Синаарского, Ариоха, царя Елоссарского, Кедор Лаомера, царя Еламского, Ифидала, царя Гаимского. Пошли они войною против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гоморского, Шинава, царя Адма, Шамевера, царя Сиваимского, И против царя Белы, который есть Сигор. Все сии соединились в долине Сидим, Где ныне море соленое. Двенадцать лет были они в порабощении у Кедор Лаомера, А в тринадцатом году возмутились. В четырнадцатом году пришел Кедор Лаомер и цари, Которые с ним и поразили Рифаимов, Ваштеров, Карнаиме, Зузимов в Гаме, Эмимов в Шаве, Кириав Аиме, И Хареев в горе Ихсиири, Дуэл Фарана, Что при пустыне. И, возвратившись оттуда, Они пришли к источнику Мишпад, Который есть Кадес, И поразили всю страну Амаликитян, И также Амареев, Живущих Хасацон в Амаре. И вышли царь Содомский, Царь Гаморский, Царь Адма, Царь Сиваимский И царь Белый, Который есть Егор, И вступили в сражение с ними В долине Сиддим. С Кедор Лаомером, Царем Еламским, Фидалом, Царем Гаимским, Амрафелом, Царем Синаарским, Ариохом, Царем Елоссарским, Четыре царя против пяти. В долине же Сиддим Было много смоляных ям, И цари Содомские и Гаморские, Обратившиеся в бегство, Упали в них, А остальные убежали в горы. Победители взяли Все имущество Содома и Гаморры, И весь запас их, И ушли. И взяли лота племянника Авраамова, Жившего в Содоме, И имущество его, И ушли. И пришел один из уцелевших, И известил Авраама, Еврея, Жившего тогда у Дубрава Мамре, Аммариянина, Брата Эшколу И брата Анеру, Которые были союзники Авраамова. Авраамов, слышав, Что лот, Сродник его, Взят в плен, Вооружил рабов своих, Рожденных в доме его, 318, И преследовал неприятелей Додана. И, разделившись, Напал на них ночью, Сам и рабы его, И поразил их, И преследовал их до Ховы, Что по левую сторону Дамаска. И возвратил все имущество, И лота, Сродника своего, И имущество его возвратил, Так же и женщин, И народ. Когда он возвращался, После поражения, Кедор Лаомера, И царей бывших с ним, Царь Содомский вышел ему навстречу В долину Шаве, Что ныне долина царская. И Мелхиседек, Царь Салимский, Вынес хлеб и вино, Он был священник, Бога Всевышнего, И благословил его, И сказал, Благословен Авраам От Бога Всевышнего, Владыки неба и земли, И благословен Бог Всевышний, Который предал врагов твоих В руки твои. Авраам дал ему Десятую часть из всего. И сказал царь Содомский Аврааму, Отдай мне людей, А имение возьми себе. Но Авраам сказал царю Содомскому, Поднимай руку мою, Господу Богу Всевышнему, Владыки неба и земли, Что даже нитки и ремня от обуви Не возьму из всего твоего, Чтобы ты не сказал, Я обогател Авраама. Кроме того, Что съели отроки, И кроме доли, Принадлежащей людям, Которые ходили со мною, Авер и Школ и Мамри, Пусть возьмут свою долю. Бытие, Глава пятнадцатая. После сих происшествий Было слово Господа К Аврааму, В видении ночью, И сказано, Не бойся, Авраам, Я твой щит, Я твой щит, Награда твоя Будет весьма велика. Авраам сказал, Владыка Господи, Что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, Распорядитель в доме моем, Этот, Илиезер из Дамаска. И сказал Авраам, Вот ты не дал мне Потомства, И вот домочадец мой, Наследник мой. И было слово Господа К нему и сказано, Не будет он Твоим наследником, Но тот, Кто произойдет Ищересал твоих, Будет твоим наследником. И вывел его вон И сказал ему, Посмотри на небо, И сосчитай звезды, Если ты можешь счесть их. И сказал ему, Столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, И он вменил ему это в правильность. И сказал ему, Я Господь, Который вывел тебя Из ура халдейского, Чтобы дать тебе землю Сию во владение. Он сказал, Владыка Господи, Почему мне знать, Что я буду владеть ею? Господь сказал ему, Возьми мне трехлетнюю телицу, Трехлетнюю козу, Трехлетнего овна, Горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, Растек их пополам, И положил одну часть против другой, Только птиц не растек. И налетели на трупы хищные птицы, Но Авраам отгонял их. При захождении солнца Крепкий сон напал на Авраама, И вот напал на него ужас И мрак великий. И сказал Господь Аврааму, Знай, Что потомки твои Будут пришельцами в земле Не своей, И поработят их, И будут угнетать их Четыреста лет. Но я произведу суд над народом, У которого они будут в порабощении. После сего они выйдут сюда С большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире, И будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде Возвратятся они сюда, Ибо мира беззакония Амареев доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце, И наступила тьма, Вот дым как бы из печи, И пламя огня Прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет С Авраамом, сказав, Потомству твоему даю я землю сию, От реки Египетской До великой реки, реки Ефрата, Кенеев, Кенезеев, Кедманеев, Хитеев, Терезеев, Рифаимов, Амареев, Хананеев, Евеев, Гергесеев и Евусеев. Бытие, глава 16. Но Сара, жена Авраамова, Не рождала ему. У ней была служанка, Египтянка, именем Агарь. И сказала Сара Аврааму, Вот Господь заключил чрево мое, Чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, Может быть, я буду иметь детей от нее. Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Авраамова, Служанку свою, Египтянку Агарь, По истечении десяти лет пребывания Авраамова в земле Хананской. И дала ее Аврааму, Мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, И она зачела. Увидев же, что зачела, Она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму, В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое. А она, увидев, что зачела, Стала презирать меня. Господь пусть будет судьей Между мной и между тобою. Авраам сказал Саре, Вот, служанка твоя в твоих руках, Делай с ней что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее. И она убежала от нее. И нашел ее, ангел Господень, У источника воды в пустыне, У источника на дороге к Суру. И сказал ей ангел Господень, Агарь, служанка Сарина, Откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала, Я бегу от лица Сары, Госпожи моей. Ангел Господень сказал ей, Возвратись к госпоже своей И покорись ей. И сказал ей ангел Господень, Умножай я, умножу потомство твое, Так что нельзя будет исчезть его от множества. И еще сказал ей ангел Господень, Вот ты беременна, И родишь сына, И наречешь ему имя Измаил, Ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, Как дикий осел, Руки его на всех, И руки всех на него. Жить будет перед лицом всех братьев своих. И нарекла Агарь Господа, Который говорил к ней с именем, Ты Бог, видящий меня. Ибо сказала она, Точно я видела здесь, Вслед видящего меня. Посему источник тот называется Беэр Лахай Раи. Он находится между Кадесом И между Боредом. Агарь родила Аврааму сына, И нарек Авраам имя сыну своему, Рожденному от Агарь, Измаил. Авраам был 86 лет, Когда Агарь родила Аврааму Измаила. Бытие, глава 17. Авраам был 99 лет, Это и Господь явился Аврааму И сказал ему, Я Бог всемогущий, Ходи предо мною и будь непорочен, И поставлю завет мой между мною и тобою, И весьма, весьма размножу тебя. И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал, Я, вот завет мой с тобою, Ты будешь отцом множества народов, И не будешь ты больше называться Авраамом, Но будет тебе имя Авраам, Ибо я сделаю тебя отцом множества народов, И весьма, весьма расположу тебя, И произведу от тебя народы, И цари произойдут от тебя, И поставлю завет твой между мною и тобою, И между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, Что я буду Богом твоим, И потомков твоих после тебя, И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, По которой ты странствуешь, Всю землю ханаанскую, Во владение вечное, И буду им Богом. И сказал Бог Аврааму, Ты же соблюди завет мой, Ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, Который вы должны соблюдать между мною и между вами, И между потомками твоими после тебя в роды их. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол, Обрезывайте крайнюю плоть вашу, И сие будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши, Всякий младенец мужеского пола, Рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, Который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, И будет завет мой на теле вашим заветом вечным. Необрезанный же мужеского пола, Который не обрежет крайней плоти своей, Восьмой день, Истребится душа та из народа своего, Ибо он нарушил завет мой. И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарой, Но да будет имя ей Сарра, Я благословлю ее, И дам тебе от нее сына, Благословлю ее, И произойдут от нее народы, И цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое, И рассмеялся, И сказал сам себе, Неужели от столетнего будет сын? И Сарра, девяностолетняя, Неужели родит? И сказал Авраам Богу, О, хотя бы Измаил был жив перед лицом твоим. Бог же сказал Аврааму, Именно Сарра, жена твоя, Родит тебе сына, И ты наречешь ему имя Исаак, И поставлю завет мой с ним, Заветом вечным, В том, что я буду Богом ему, И потомству его после него. Я измаили, Я услышал тебя, Вот я благословлю его, И возвращу его, И весьма, весьма размножу, Двенадцать князей родятся от него, И я произведу от него Великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, Которого родит тебе Сарра, Все самое время на другой год. И Бог перестал говорить с Авраамом, И вошел от него, И взял Авраам из Моила сына своего, И всех рожденных в доме своем, И всех купленных за серебро свое, Весь мужеский пол людей дома Авраамова, И обрезал крайнюю плоть их. В тот самый день, Как сказал ему Бог, Авраам был девяносто девяти лет, Когда была обрезана крайняя плоть его, А Измаил, сын его, Был тринадцати лет, Когда была обрезана крайняя плоть его. В тот же самый день обрезаны были Авраам И Измаил, сын его. И с ним обрезан был весь мужеский пол дома его, Рожденный в доме, И купленный за серебро у иноплеменников. Бытие, глава восемнадцатая Явился ему Господь у Дубравы Мамре, Когда он сидел при входе в шатер свой, Во время зноя дневного. Он возвел очи свои, взглянул, И вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им От входа в шатер свой, И поклонился до земли, И сказал, Владыка, если я обрел благоволение перед очами твоими, Не пройди мимо раба твоего, И принесут немного воды, И омоют ноги ваши, И отдохните под всем деревом, А я принесу хлеба, И вы подкрепите сердца ваши, Потом пойдите в путь свой, Так как вы идете мимо раба вашего. Они сказали, Сделай так, как говоришь. И поспешил Авраам в шатер к сарре, И сказал ей, Поскорее, Замеси три саты лучшей муки, И сделай пресные хлебы. И побежал Авраам к стаду, И взял теленка нежного и хорошего, И дал отроку, И тот поспешил приготовить его, И взял масло и молока, И теленка приготовленного, И поставил перед ними, А сам стоял подли них под деревом, И они ели. И сказали ему, Где Сара, жена твоя? Он отвечал, Здесь, в шатре. И сказал один из них, Я опять буду у тебя в это же время, В следующем году, И будет сын у Сары, жены твоей. А Сара слушала у входа в шатер, Сзади его. Авраам же и Сара были стары, И в летах преклонных, И обыкновенная у женщин, У Сары прекратилась. Сара внутренно рассмеялась, Сказав, Мне ли, когда я состарилась, Иметь сие утешение? И господин мой стар. И сказал господь Аврааму, Отчего это сама в себе Рассмеялась Сара, Сказав, Неужели я действительно могу родить, Когда я состарилась? Если что трудное для господа, В назначенный срок буду я у тебя В следующем году, И будет у Сары сын. Сара же не призналась, А сказала, Я не смеялась, Ибо она испугалась, Но он сказал ей, Нет, Ты рассмеялась. И встали те мужи, И оттуда отправились К Содому и Гаморе, Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал господь, Утаю ли я от Авраама, Раба моего, Что хочу делать? От Авраама точно произойдет Народ великий и сильный, И благословятся в нем Все народы земли. Ибо я избрал его для того, Чтобы он заповедал сынам своим И дому своему после себя Ходить путем господним, Творя правду и суд. И исполнит господь на Авраамам Все, что сказал о нем. И сказал господь, Вопль садомский и гаморский Велик он, И грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, Точно ли они поступают так, Каков вопль на них, Восходящий ко мне, Или нет, Узнаю. И обратились мужи оттуда, И пошли в Содом. Авраам же еще стоял Перед лицом господа. И подошел Авраам и сказал, Неужели ты погубишь праведного с нечестивыми? И с праведником будет то же, Что с нечестивым? Может быть, Есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь Всего, Место сего, Ради 50 праведников, Если они находятся в нем? Не может быть, Чтобы ты поступил так, Чтобы ты погубил праведного с нечестивым? Чтобы то же было с праведником, Что с нечестивым? Не может быть от тебя. Судья всей земли, Поступит ли неправосудно? Господь сказал, Если я найду в городе Содоме 50 праведников, То я ради них пощажу весь город И все место сие. Авраам сказал в ответ, Вот я решился говорить владыке, Я прах и пепел, Может быть, До 50 праведников Не достанет пяти. Неужели за недостатком пяти Ты истребишь весь город? Он сказал, Не истреблю, Если найду там 45. Авраам продолжал говорить с ним и сказал, Может быть, Найдется там 40? Он сказал, Не сделаю этого и ради 40. И сказал Авраам, Да не прогневается владыка, Что я буду говорить. Может быть, Найдется там 30? Он сказал, Не сделаю, Если найдется там 30. Авраам сказал, Вот я решился говорить владыке, Может быть, Найдется там 20? Он сказал, Не истреблю ради 20. Авраам сказал, Да не прогневается владыка, Что я скажу еще однажды, Может быть, Найдется там 10? Он сказал, Не истреблю ради 10. И пошел Господь, Перестав говорить с Авраамом. Авраам же Возвратился в свое место. Бытие, Глава 19. И пришли те два ангела в Содом вечером, Когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, Чтобы встретить их, И поклонился лицом до земли, И сказал, Государи мои, Зайдите в дом раба вашего, И ночуйте, И умойте ноги ваши, И встанете поутру, И пойдете в путь свой. Но они сказали, Нет, Мы ночуем на улице. Он же сильно упрашивал их, И они пошли к нему, И пришли в дом его. Он сделал им угощение, И испек пресные хлебы, И они ели. Еще не легли они спать, Как городские жители, Содомляне. От молодого до старого, Весь народ, Со всех концов города, Окружили дом. И вызвали Лота, И говорили ему, Где люди, Пришедшие к тебе на ночь, Выведи их к нам, Мы познаем их. Лот вышел к ним ко входу, И запер за собой дверь, И сказал им, Братья мои, Не делайте зла. Вот у меня две дочери, Которые не познали мужа, Лучше я выведу их к вам, Делайте с ними что вам угодно, Только людям всем Не делайте ничего, Так как они пришли Под кровь дома моего. Но они сказали ему, Пойди сюда. И сказали, Вот пришлец, И хочет судить, Теперь мы хуже поступим С тобой, Нежели с ними. И очень приступали К человеку сему, К лоту, И подошли, Чтобы выломать дверь. Тогда мужики Те простерли руки свои, И ввели Лота к себе в дом, И дверь дома заперли. А людей, Бывших при входе в дом, Поразили слепотою, От малого до большого, Так что они измучились, Искав входа. Сказали мужи те лоту, Кто у тебя есть еще здесь? Зят ли, Сыновья ли твои, Дочери ли твои, И кто бы ни был у тебя в городе, Всех выведи из сего места. Ибо мы истребим сие место, Потому что велик вопль На жителей его Господу. И Господь послал нас Истребить его. И вышел Лот И говорил с детьями своими, Которые брали за себя Дочерей его, И сказал, Встаньте, Выйдите из сего места, Ибо Господь истребит Сей город. Но с детьями его Показалось, Что он шутит. Когда взошла заря, Ангелы начали торопить Лота, Говоря, Встань, Возьми жену твою И двух дочерей твоих, Которые у тебя, Чтобы не погибнуть тебе За беззаконие города. И как он медлил, То мужи и те ангелы, По милости к нему Господне, Взяли за руку его И жену его, И двух дочерей его, И вывели его, И поставили его Вне города. Когда же вывели их вон, То один из них сказал, Спасай душу свою, Не оглядывайся назад, И нигде не останавливайся В окрестности сей, Спасайся на гору, Чтобы тебе не погибнуть. Но Лот сказал им, Нет, владыка, Вот, раб твой обрел Благоволение перед очами твоими, И велика милость твоя, Которую ты сделал со мною, Что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, Чтобы не застигла меня беда, И мне не умереть. Вот, ближе бежать в сей город, Он же мал, Побегу я туда, Он же мал, И сохранится жизнь моя ради тебя. И сказал ему, Вот, в угодность тебе я сделаю и это, Не спроверну города, О котором ты говоришь, Поспешай, Спасайся туда, Ибо я не могу сделать дело, Доколе ты не придешь туда. Потому и назван город сей Сигор. Солнце взошло над землею, И лот пришел в Сигор. И пролил Господь на Содом и Гоморру Дождем серу и огонь От Господа с неба. И не спровер города сии, И всю окрестность сию, И всех жителей городов сих, И все произрастения земли. Жена Жолотова оглянулась позади его, И стала соляным столпом, И встала в рам рано утром, И пошел на место, Где стоял перед лицем Господа, И посмотрел к Содому и Гоморре, И на все пространство окрестности, И увидел, Вот, дым поднимается с земли, Как дым из печи. И было, когда Бог истреблял Все города окрестностей сей, Вспомнил Бог об Аврааме, И выслал лота из среды истребления, Когда не спровергал города, В которых жил лот. И вышел лот из Сигора, И стал жить в горе, И с ним две дочери его, Ибо он боялся жить в Сигоре, И жил в пещере, И с ним две дочери его. И сказала старшая младшая, Отец наш стар, И нет человека на земле, Который вошел бы к нам По обычаю всей земли. Итак, напоим отца нашего вином, И переспим с ним, И восстаем от отца нашего племя. И напоили отца своего вином в ту ночь, И вошла старшая, И спала с отцом своим в ту ночь. А он не знал, Когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей, Вот, я спала вчера с отцом моим, Напоим его вином и в эту ночь, И ты войди и спи с ним, И восстаем от отца нашего племя. И напоили отца своего вином, И в эту ночь. И вошла младшая, И спала с ним, И он не знал, Когда она легла и когда встала. И сделали с обе дочери лотово Беременными от отца своего. И родила старшая сына, И нарекла ему имя Маав, Говоря, он от отца моего. Он отец моавитян доныне. И младшая также родила сына, И нарекла ему имя Бен-Амми, Говоря, он сын рода моего. Он отец аммонитян доныне.